Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Во имя Отца и Сына и Святаго Туха, Аминь. Из творения святителя Анна Златоуста Покаяние состоит в том, чтобы уже не делать вбредь того же, а кто принимается за прежние дела, тот уподобится псу, возвращающемуся на свою блевотину. 2 Петра 2.22 И тому, который по пословице бьет шерсть над огнем и черпает воду решетом. Итак, надо мной и деланную мыслью отставать от поползновений греховных, а отстав прилагать к ранам противоположные грехам брачества. Ухожу некоторые примеры. Ты, хищник или хаимец, отстань от хищения и приложи к ране милостыню. Ты блудодействовал, отстань от блуда и приложи к этой язвицам обудрия. Сказал что-нибудь худое о ближнем и повредил ему. Оставь злословие, приложи дружелюбие. Станем так делать и с каждым из наших согрешений, и ни одного из них не будем оставлять без внимания. Настует уже время, или наступает уже время отчета. Потому и Павел говорит, Господь близ, ни о чем не заботьтесь. Но нам, может быть, следует сказать противное. Господь близ, заботьтесь. Филиппийцам, кстати, было слышать, ни о чем не заботьтесь. Потому что они были в скорби, трудах и подвигах. А тем, которые живут в хищении, свастолюбии, которые должны дать тяжкий за это отчет, тем справедливее вот что услышать. Господь близ, заботьтесь. Немного уже остается времени до конца. Мир уже устремляется к концу. Это показывает брани, скорби, землетрясение, охлаждение любви. Как тело при последнем издыхании, близ смерти, подвергается бесчисленным недугам. Как в доме, когда он близок к разрушению, обыкновенно многое падает из кровли и со стен. Так близок при дверях конец вселенной. И поэтому-то распространяется повсюду бесчисленное злополучие. Если тогда Господь уже близ был, то гораздо более ныне. Если за 400 лет, когда это было сказано, Павел назвал то время исполнением времен, то тем более следует назвать так настоящее время. Хотя, может быть, поэтому самым некоторые не верят, но, напротив, поэтому-то наиболее и надобно веровать. Откуда в самом деле ты знаешь, человек, что конец мира еще не близок, и что сказанное еще не скоро сбудется? Концом года мы называем не последний только день его, а и последний месяц, хотя он имеет 30 дней. Так я не погрешу, если в таком числе годов назову концом и 400-й год. Таким образом, апостол уже в свое время предвосвещал о кончине. Смиримся же и будем жить в страхе Божьем. А если мы живем в беспечности, в нерадении и не ожидаем ничего, то настанет внезапное пришествие. Объясняя это, Христос сказал, «Как было во дни Ноя и как было во дни Лота, так будет и в кончании века сего». Это и Павел замечает, говоря, когда скажут «Мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. И как муки урождающие. Что это значит, как муки урождающие? Часто беременные женщины во время забав или обеда, или в бане, или на площади, ничего не ожидая впереди, внезапно бывают застигнуты болезнями рождения. А как и наше состояние таково, то будем всегда готовы. Не всегда же мы будем слышать об этом. Не всегда будем иметь к тому возможность. В Ааде же, говорит Писание, «Кто исповедуется Тебе?» Покаемся же здесь, чтобы таким образом умилостивить Бога в грядущий день и получить от Него прощение, которого и досподобимся все мы, благодатью человеколюбим, Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Божья милость, и грешно Бог, создав меня Господи и помилуй, весь числал Господи согрешил, помилуй, прости. С воскресением Христово. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . Спасибо. . . Спасибо. . .